Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Через три с половиной минуты увидели мы еще один гол от Захара Захарова. Девятый номер команды Горняк. Дальним броском также находит в решеных воротах уже Роман Халмыкова. Замечательный гол и замечательный бросок. Помимо голов увидели мы также несколько штыков, достаточно опасных. Например, вот этот. Очень тяжело пришлось игроку команды Бейбарас. Также несколько моментов мы увидели и на пятаке, но раз за разом игроки удерживали себя только под конец игры. Блачхов с Захаровым не поделили между собой площадку, но частью подоспели судей и все сохранилось спокойно. Также и в этом моменте у Дебаев максимально серьезно был нацелен на ворота, но взять ворота не на него не получилось. Что как раз таки наоборот получилось у вернувшегося в Бейбарас Артема Ананичева, которым замечательные передачи и замечательные шкитинации. Забросил шайбу уже, можно сказать, пустые ворота поделили, но Век никак не успевал помешать Артему и счет у нас стал 3-2. После чего моментов у Бейбараса стало еще больше, и скорость сама стала еще быстрее. И как раз таки это все стало на ровно подопечным Бейбарасом. И Маскалев Василий забросил еще одну шайбу, сделал счет отопло 4-2 и, казалось бы, Бейбарас уже имел достаточно хорошее и уверенное преимущество. Но все мы знаем, какая интересная игра хоккей. И после 3 стыков серии атак, вот так вот, забрасывает шайбу Патра Маркабаев, уверенно отбега Романа Холмыкова. Патра Маркаба, у меня отскочившую шайбу, делал счет отопло 4-3, тем самым сделан игру еще интереснее. Казалось бы, Корняк имел все шансы для того, чтобы сравнять счет, но было и большинство. Были вот такие вот моменты, с которых раз за разом Роман Холмыков оказывался на высоте. Но, тем не менее, руднинских хоккейстов можно сказать, что и не повезло. Ну а Мурек продолжал также радовать своих болельщиков, раз за разом спасал свою команду, но не настолько удачно, чтобы и вовсе не выпустить больше шайб в этой игре. В свою очередь, Бейбарас за счет своих командных усилий раз за разом также атаковал ворота Рудинского клуба. Ну и, как раз в одном из этих моментов, там еще один новобранник, как один, получил травму и погибал площадку вовсе до конца игры. Корняк, тем не менее, также имел моменты, и повторюсь, Роман Холмыков также с помощью своей защиты и за счет своих полезных действий Сохранил свои ворота неприкосновенности, был максимально полезен. Здесь и вовсе штанг угодила в штангу, вместо шайб угодила в штангу, и в шайб ворота все-таки не влетела. Хотя, повторюсь, Корняк максимально близок для того, чтобы сравнивать счет на табло и повлиять, конечно же, на исход. Исход сегодняшней встречи, после чего вернулись все игроки в составе команды Бибарс на площадку, и Бибарс вновь заиграл своим лучшим образом, и здесь же после передачи Феменцева видели мы замечательную шайбу в исполнении Евгения Каролинского, который, в принципе, также не так давно перешел в клуб. Ну а уже бывалый Бибарсовец Александр Воробьев ставит точку в этом матче после передачи Клочкова, и счет у нас стал на табло 6. И уверенная победа Бибарса, замечательная игра, первая победа Бибарса за долгое время, в основное время, и с чем мы, конечно же, их и поздравляем. Ну, конечно же, статистика после всей игры, интересно же, конечно, посмотреть на цифры, и вот они перед вами. По броскам поворотам впереди Бибарс, 29-22, на точке также хозяева были лучше, 36-27, три шайбы забросили подопечные Копыловского, играя в большинстве, и на три минуты чище сыграли игроки Бибарса своих оппонентов 6-9, соответственно, по минутам. Ну и, конечно же, счет на табло 6-3, ну а мы заканчиваем на эту нашу трансляцию. С вами был ваш дуэт комментаторов Азамат Токмурзиев и мой коллега Ислам Хадырбаев. Увидимся до завтрашнего матча. Бибарс Горняк не пропустите.